здравствуйте уважаемые у нас там в инстаграме начались разговоры о том где какой маркер где каким маркером мы пишем на меловых досках где каким маркером не пишем на меловых досках но там очень ограниченные всегда видео можно сделать поэтому я здесь на ю тубе хочу рассказать поподробнее о том что за маркеры юни используются для росписи меловых досок или вывесок и в каком случае у юни есть два основных направления по маркерам это юни поско и юничок юни поско это акриловые маркеры это такие же такое же вещество как и маркеров молотов акриловых юничок чок с английского мел в этих маркерах красящее вещество водорастворимое то есть все что нарисовано этим маркером будет нарисовано условно говоря акриловой краской то что нарисовано этим маркером будет нарисовано меловой краской если вы часто сталкиваетесь с росписью меловых досок да то есть досок черного цвета покрашена черной краской то я вам сейчас сразу покажу как они себя ведут на черном цвете а потом через какое-то время я вам покажу чем же они отличаются друг от друга в чем их основное отличие ну а потом мы пройдемся по цветам потому что у них дикое количество огромное в том числе металлики и не металлики и мы посмотрим как они выглядят значит красный цвет сразу да но вообще наиболее активно мы используем для росписи досок белый цвет вот он белый цвет юни поско да white и белый цвет юничок тоже white тот же самый цвет у юни поско они пронумерованы цвета у юничок цвета не пронумерованы но только потому что их всего там 7 или 8 штук поэтому нумеровать их особого смысла нет вот как они себя ведут на черной доске вот белый меловой выкраска вот рядом тут же делаю акриловая выкраска я не плоско вот красный тоже так будет меловой акриловый красный меловой красный вот красный юни поско цвет номер 15 юни поско акриловый видите цвета почти почти похожи друг на друга чуть чуть темнее чуть чуть светлее но это в общем то больше определяется цветом подложки да в данном случае черный но в общем они похожи друг на друга розовый с розовыми цветами тоже примерно та же история здесь вот только он просто пинг да это 13 номер здесь некий фло пинг то есть флуоресцентный светящийся да так вот он меловой маркер то он такой немножко электрический такой такой ядовитый немного вот он акриловый здесь видно в акриловом чуть-чуть белил больше присутствует да он такой разбеленной как будто бы вот а сам зеленым зеленый меловой и зеленые акриловый мне не удалось подобрать такой же цвет как у акрилового также как убило поэтому вот они два самых близких вот я его видеть если в серединку положу это как раз примерно тот же цвет но даже больше наверное свет давайте его и возьмем значит вот у нас меловой зеленый меловой зеленый и акриловый зеленый он такой больше салатовый немножко ну и да что хотелось еще отметить что цвет на нанесении не совпадает с цветом колпачка ни в каком случае то есть в цвет колпачка дается вам не для того чтобы вы точно поняли какой будет цвет а просто отдаленно себе представляли что у вас сейчас с чем вы будете работать так это зеленый у нас был цвет apple apple green зеленое яблоко 72 номер есть еще фиолетовый меловой маркер я его очень редко использую на черных досках потому что он довольно темный в нем практически нет белил да ну или очень мало ему более-менее более соответствует цвет номер 34 юни поскали лак это у нас как они называются цветочки фиалки фиалки фиалковый цвет цвет номер 34 это он да посветлее в нем больше белил в нем прям видно в этом белил почти нет и даже близко на меловой доске на доске черного цвета его не так хорошо видно стоит отойти на несколько шагов и он практически сливается с черным так что для декоративных каких-то росписей его практически не использую голубой есть голубой еще меловой light blue вот он меловой и голубой же есть акриловый вот они рядышком колпачки похоже голубой акриловый цвет тоже похож опять же у голубого акрилова чуть больше белил то есть он вроде бы кажется более укрывистым вот в общем то и все есть еще металлики может быть еще по металликам пройдемся вот например золотой юничок и золотой юни поска здесь видите цвет gold золото и здесь gold золото у этого цвет номер 25 вот она меловое золото не сказал бы кстати что это золото это скорее такой какой-то грязно оливковый что ли какой-то цвет такой не очень симпатичный но собственно акриловый акриловое золото никак не лучше и не хуже его в общем та же самая такая грязная какая-то жижица уж если мы говорим про золото да то лучше использовать там золотую поталь жидкую или поталь сухую в листах в общем золото есть нормальные инструменты чтобы показать золото серебро серебро да да говорю есть нормальные инструменты для того чтобы показать золото маркерами золотыми ну как правило золото хорошая не получается есть серебро он не серый это юничок меловой маркер он не серый а именно серебряный потому что серый был бы до матовый от серебряный он такой с металликом он немножко ну вот у меня такой истершийся но в общем идею цвета он вам дает где-то у меня есть еще но вот он новый но просто он не открытый я сейчас буду тут щелкать с ним не для того предназначен в общем идею цвета вам видно а вот вот полилось да полно просто он надо было его продавить это у нас юничок серебристый и юничок металлик серебристый это тоже это не серый серые есть другие вот есть серый например теплый да он просто серый цвет 37 есть у нас называется он слейд грей такой немножко синий холодный такой синий серый он называется свет 61 но к ним мы потом подойдем это у нас как раз silver цвет серебристый вот как он выглядит на меловой доске тоже он такой более синий более теплый все-таки меловой серебристый в нем есть какие-то синие оттенки ну вот в общем то из активных цветов и еще есть два цвета ну естественно есть черный да есть черный и юничок и черный есть поско но на черной доске я не показываю вам как они выглядят да по понятным причинам еще есть желтый и оранжевый значит меловые желтые оранжевые это вообще не желтый и вообще не оранжевый это вот такой вот очень плохой желтый цвет которому ну может быть соответствовал бы желтый лимонный может быть у меня его нет правда но у меня весь вычеркался но вот желтый и лимонные более менее с ним совпадал бы но это он тоже не сильно хорош чем еще нехороший этот желтый юничок он когда высыхает он на черном фоне становится зеленым не просто он зеленит немножко а просто становится зеленым цветом когда заказчик смотрит потом на меловую доску и говорит а почему у тебя там нельзя там ромашка там зеленая да ты его показываешь вот этот маркер нет она желтая он говорит нет она зеленая вот с этим цветом я пользуюсь очень редко и не для того чтобы показать что-то желтое ни в коем случае для того чтобы выделить допустим там подчеркнуть отчеркнуть сделать какие-то декоративные элементы но желтая рисовать желтым я не чоком это бесперспективник желтый акриловый вот такой вот красивый желтый акриловый цвет опять же он это не желтый лимонный который был бы сюда более подходящий но это тот желтый который вот не гораздо больше нравится желтый цвет номер два так и оранжевый вот такой оранжевый с которым мы в жизни вообще предпочли бы никогда не связываться это меловой маркер оранжевый фло оранж да тоже флуоресцентный в линейке юни поско я вообще не видал такого цвета да но это скорее был бы например красно-оранжевый какой-нибудь но красно-оранжевый тот который у меня был ему никак не соответствует а тот оранжевый который действительно такой симпатичный оранжевый он вот такой больше 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 апельсинового цвета этот вот видите больше в розовый куда-то уходит сразу из-за этого может быть флуоресцентного пигмента вот на этом заканчивается грядка сравнений юнии поско и соответствующих более-менее соответствующих им юничоков юни поско это акриловые маркеры юничок это меловые маркеры то у нас получается раз два три 4 5 6 7 8 9 10 плюс черный 11 цветов да но мы учитываем что здесь два металлика есть якобы золотой якобы серебристый вот про остальные цвета остальных цветов остается не так много но это их у меня остается не так много на самом деле их больше не скажу точно какое количество это можно посмотреть на сайте но вот из тех которыми я постоянно пользуюсь которые я постоянно дополняю себе подкупаю новые эти исчеркиваю новые на на замену их покупаю вот это те цвета которыми я пользуюсь для вывесок для меловых досок для какого-то арта который нужен в интерьерах так вот эти все меловые я сейчас соберу уберу вот они нужны вот эти все юни поско оставлю и давайте посмотрим на что они похожи на белом свете естественно ими и по черному тоже можно рисовать но вот самые показательные я вам все равно уже нарисовал чуть попозже посмотрим чем они друг от друга отличаются меловые и акриловые все остальное для того чтобы дать вам понятно что это похоже всю остальную выкраску я вот прям сейчас здесь и сделаю значит это у нас белый номер один white но не буду я на него квадратик тратить вот он белый на видите просто белила просто белила получается так дальше за ним идет бежевый это опять же это в моей палитре бежевый там где-то еще светло-серый у них присутствует который может быть между ними двумя но у меня вот он следующий вот он как видите он совсем не белый он совсем не серый это вот такой действительно красивый бежевый цвет когда нужно нарисовать кожу когда нужно нарисовать какие-то вот такие простые теплые оттенки не розовые не желтые не оранжевые а вот какие-то такие съедобные очень оттенки но потому что я по специфике своей очень часто имею дело с вывесками продуктовыми вот вот он цвет номер 45 бежевый так дальше давайте например посмотрим ну давайте тогда пойдем отсюда по теплым цветам это у нас 54 light orange светло апельсиновый да или светло оранжевый он тоже на самом деле довольно близкие сюда просто чуть 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 больше пигмента цвет номер 54 их можно использовать оба если здесь это у нас светлая кожа это у нас темная кожа не в тени нет а просто ну более темный пигмент сейчас будет немножко подсыхать и вы увидите что после высыхания у них цвета немножко меняются опять же не соответствует колпачку то есть бесполезно искать соответствие как допустим там в некоторых карандашах до цвет карандаша с цветом грифеля не обязательно совпадает вот здесь ровно такая же история вот они два цвета два колпачка на вот как они друг другу соответствует вот там тень падала вот так вот чтобы без тени было как они друг соответствует да никак они друг другу не соответствует далее что у нас здесь будет далее но вот уже от светло оранжевого да это мы пойдем к bright yellow он здесь называется но в другом переводе он все-таки называется orange до апельсиновый или оранжевого апельсиновый но вот в английском почему-то это bright yellow то есть светло-желтый но никак он не светло-желтый он скорее именно апельсиновый скорее именно оранжевый такой симпатичный оранжевый цвет номер три так потихонечку будем добавлять уже она вот давайте еще желтым желтым сейчас порешаем это тот самый желтый до который вот здесь вот на черном цвете yellow чистый желтый номер два очень такой плотненький очень симпатичный это и тебе подсолнуху тебе яичный желток в общем очень такой радостный желтый цвет очень очень пронзительный такой желтый может быть даже немножко темноват для желтого но всяком случае очень хорошо очень выгодно всегда смотрится то что я на практике могу по нему сказать коричневый уходим потихонечку в красный до через коричневый это у нас чего это у нас браун просто браун до мороны браун номер 21 цвет вот он такой совершенно коричневый действительно без всяких там опять же видите есть белила вот прям видно в нем белила немножко вот он высветляет хорошо бы если бы белил было поменьше было бы цвет наверное поплотнее может быть какие-то другие появились бы у него свойства но всяком случае цвет был бы более правдоподобный если он сейчас какой-то я не знаю какой-то детский коричневый да вот как коричневый детский карандашик а чем мы нарисуем дерево дерево у нас будет коричневого берешь и вот вот какой-то такой коричневый цвет немножко такой простоватый как уже коричневый немножко не не совсем коричневый что ли как еще сказать так уходим еще дальше в красный из коричневого это у нас red wine красное вино Роховино, Росовино Номер 60 Как это выглядит? Вот так это выглядит Ну, в действительности, да Немножко, может быть, он бледноват Чуть-чуть, хотелось бы немножко Насыщенности больше у него получать Номер 60 Ну, в целом В общем, он такой, скорее Вот даже такой красно-коричневый Чем там какое-то красное вино Ну, такой Более-менее оттенок интересный Так, пойдем Немножко посветлее У нас тут следующее Это просто красный, который у нас Здесь был уже, я его сюда на белый фон Тоже его продублирую Номер 15, красный, чистый, красный Вот он, красный Номер 15 Тоже он куда-то уходит немножко То ли в алый, то ли в розовый Ну, не красный Не красный Какой-то вот немножко Вот у него колпачок, да Действительно красный А вот сам цвет, как видите Он немножко проваливается Вот Потихонечку подмешивать Начинаем к этому делу Белильца И у нас получается пинг Это не просто пинг Это коралл пинг То есть коралловый розовый Окей, коралловый розовый Номер 66 Если вдруг понадобится Цвет кораллов То вы всегда знаете, что у вас есть Вот номер 66 Коралловый розовый Ну, на самом же деле Скорее он Для формирования сложного цвета Да, когда вам нужна красная картинка Вы же не можете только красным нарисовать Да мы же не в школе уже, не в детском саду Поэтому, как правило Допустим, если мы рисуем там клубнику Да, она с одной стороны есть освещенная То есть вот он, например, 66 Сразу В центре она 15 Цвет Основной цвет И вот в тени, допустим, 60 И тогда у нас клубничка как раз и получается Освещенная Сейчас, если не забуду Прям попробуем ее нарисовать Этими тремя цветами Дальше добавляем Белил У нас получается Лайт пинг 51 цвет Светло-розовый Да, что я туплю-то Светло-розовый Еще раз на всякий случай напомню Это не все цвета, которые есть в палитре В палитре и юни-постке гораздо больше Это те цвета, которыми я работаю Это те цвета, которыми я делаю вывески Которыми я делаю Там какие-то граффити на стенах Еще какие-то задачи решаю С меловыми досками и вывесками В магазинах, в ресторанах Там и прочее-прочее Это у нас светло-розовый Потихонечку начинаем добавлять Холодный цвет к нему И вот он просто розовый у нас получается Розовый или пинг Номер 13 Но вот, как видите Не просто он розовый Не просто это розовый Вот этот, да Вот этот просто розовый как раз 51-й Который был Который не так называется А как он выглядит Если судить по цвету Не как он называется А как он выглядит То светло-розовый Это как раз и есть розовый Это все-таки Это уже фуксия какая-то Ближе Нет, я не говорю, что Именно так оно и есть Нет Но это вот цвет Гораздо ближе Вот к этому розовому К электрическому Который называется Флуоресцентный розовый Да, вот они Да, они друг на друга похожи А вот светло-розовый С ним Ну, ну никак Ну, как бы то ни было Вот он цвет номер 13 Если вам понадобится розовый Юни-Поско Вы имейте в виду Что у вас есть вариант У вас есть выбор Между 13-м розовым В котором довольно много синего уже И 51-м В котором тоже много синего Но Больше разбил Больше белил Что у нас есть Еще потихоньку добавляем Синего Идем Лилак Лилак Это То, про что мы говорили Как он называется Этот цветочек Фиалка Так Фиалковый Вот он Ну, да Фиолетовый Наверное, фиолетовый Это скорее Чтобы не выпендриваться Номер 34 Это такой хороший цвет в тенях То есть Кожа в тенях Да Темная Она вот Где-то вот Таким цветом Один раз Сделаешь И все И больше уже не надо Выдумывать ничего Дает очень хорошую Очень плотная заливка Очень плотная тень Дальше добавляем В него синего И разбеливаем У нас получается Голубой Light Blue Который мы там уже пробовали На черном цвете Вот он Light Blue Номер 8 Светло-синий Чисто синий Blue 33 номер Он такой Очень красивый Цвет Очень плотный цвет Он как раз Если так вот сравнивать Как он выглядит То этот синий Гораздо больше синий Чем этот красный Красный То есть Вот синий Да Видите Оранжевый И желтый Они прям Очень клевые цвета Очень яркие Очень плотные Очень вкусные Такие цвета Все остальное Как-то куда-то Что-то разваливается Проваливается Немножко Где-то белил Перекинули Где-то еще Что-то Пережали Здесь Цвета не хватает Вот А оранжевый Желтый И синий Прям Очень здорово Горят Очень клевые Очень плотные Так Подмешиваем Да Дальше подмешиваем Получается у нас Номер 31 Emerald Green Или По-русски Говоря Изумрудный Зеленый Ну Вот Не сказал бы я Что он прям Такой Изумрудный Зеленый Как я привык Видеть Допустим На красках Изумрудный Зеленый Я его использую Как бирюзовый И как бирюзовый Он со своей Работой Очень здорово Справляется Особенно Когда мы Ищем Тиффани Да Чтобы Тиффани Работал с золотом Где-то у меня золото Здесь только что Было Куда-то Я его закинул Так Черный Серебристый Нет Это Медный Оно больше Он лежит рядом То есть Вот эти вот Два цвета Очень здорово Друг с другом Работают Если добавлять К нему золото То он Очень даже Тиффани Очень Тиффани Очень здорово Но Сам по себе Если он нужен Как темно-зеленый То нет Конечно Он не работает Как темно-зеленый Он работает Именно как Вот Зеленый С бирюзой У него даже Колпачок Даже ближе К тому цвету Каким К бирюзовому Чем к темно-зеленому Это был у нас Номер Тридцать Один Тридцать Изумрудно-зеленый Но на самом деле Он больше Бирюзовый-зеленый Зеленый Добрались мы До зеленого Зеленый номер Шесть Простой зеленый цвет Без всяких Без всякого Выпендрежа А они Очень близкие Друг к другу Это номер Шесть Простой зеленый цвет Тоже очень плотный Как и синий Оранжевый Желтый Синий Зеленый Да Очень плотный Очень хороший Собственно Бирюзовый Тоже очень плотный Тоже очень симпатичный цвет Так Что у нас Все что ли Кончилось уже Да у меня Вся вот Получается Вот это вот ребята Вся палитра Которая я в основном Работаю Ну плюс еще Конечно серые А как же Да обязательно серые Серые Если вы рисуете То вы понимаете Что без серых Никуда Вот у меня Для этого есть Два серых Один светлый серый Я его использую Как теплый серый И Холодный серый Такой он Прямо синевой Значит это у нас Просто Якобы просто серый По номеру Ну и действительно Да он в общем Лишен какого-то оттенка Не сказать что он Какой-то серый Вернее теплый Или холодный Он просто Да никакой Значит это у нас Номер 37 И этим он Очень полезен Вот именно Этим своим Свойством Не имение Никакого цвета Так и номер 61 Слейт Грей Что за слейт Прям не скажу Вот так с разбега Что это вдруг Такое слейт Ну в общем Он у меня Знаете Используется Как такой Серый Пейна Если вы Видели в красках Серый Пейна То это Вот он Больше к нему Подходит Такой Очень Очень густой Такой цвет Очень часто Там где нужно Показать черный Я беру Просто вот этот Темный серый Потому что Черным Практически Не пользуюсь На самом деле Ни в Не на черном фоне Ни на белом фоне Но он Сразу делает Пейна Вот я вам сейчас Покажу его Вот он черный У меня абсолютно Новый Блэк Номер 24 Он просто делает Простую черную Дырку он делает Без Всяких фантазий Без Без преувеличений Просто Обычная черная дырка Просто рисуем Темноту Там где надо Сделать ничего Мы просто берем Черный цвет Ляп-ляп И вот у нас Ничего Очень красивое Получилось У меня ячейки Осталось всего Две А цвета Осталось Три Это серебря Это как раз Три металлика Серебристый Золотой И Медный По-моему Есть еще Какие-то металлики Точно не скажу Врать не буду Но это вот Три Которыми я пользуюсь Постоянно Бронзовый Бронзовый Не медный А бронзовый Окей Пусть будет бронзовый Почему Потому что Почему я вам его Сейчас хочу показать Обязательно Потому что Вот у этого Бронзового Гораздо Больше шансов Стать коричневым Чем у этого Коричневого Вот он Поярче Он как-то Поживее Он как-то Наполненный И в нем Кстати нет Такого сильного Уж металлика Да Чтобы он был Прям Сиял Да Или там Был бы глянцевым Каким-то Нет Хотя у него Даже стержень Такой Как будто С металликом Металликом Покрытый Но вот Такой Он гораздо Больше симпатичный В сторону Коричневого Чем вот этот Коричневый Который Ну куда-то В розовый Уходит Куда-то Проваливается Ну и естественно Цвет Опять же Цвет Его Нисколько Не соответствует Цвет чернил И цвет Самого Фломастера И даже Вот нанесение Вот этих Видите Такое Рыженькое Куда-то Такое Совсем Почти В оранжевый Уходит На деле Жит цвет Такой Какой-то Более Пепельный Вот Ну и Золотой Серебристым Я им Сейчас Разделю Вот этот Квадратик Пополам Потому что В общем-то Не тот Не другой Ни золотой Ни серебристый Этот у меня Серебристый Он как Промежуточный Серый Я его Сейчас Здесь вам Отрисую И вы Сразу Увидите Что Его гораздо Выгоднее Использовать Как Средний Серый Между Этими Двумя Да Если Этот у нас Серый Пейн А этот У нас Там Светло-серый То Вот Вот этот Серебристый Он Вполне Может Играть роль Вот этого Переходного Цвета Между ними Так Поставлю Сюда Я тоже Где они Это у нас Номер 25 25 Это у нас 24 Серый Это Бронзовый 42 42 И Серебристый 26 Тот самый Который Средний Вот Она Получается Выкраска Не везде Правда Влезла Да Но Надеюсь Что Здесь Теперь Будет Лучше Видно Все Значит Теплые Цвета Холодные Цвета И Металлики Самые Активные Это Разумеется Белый И Дальше Пошли Красный Оранжевый Желтый Синий Вместо Зеленого Если Не нужен Бирюзовый То я Вместо Зеленого Пользуюсь 31 Потому что Он симпатичнее Ну Просто Симпатичнее Просто Он мне Больше Нравится Голубой Часто Идет Розовый Сильно Уходит И Коричневый Если Идут Там Какие-то Яркие Осветления То Белые Блики Лучше Не ставить Потому что Они Что белые Что черные Сразу Получаются Дырки То есть Белые На белом Помните Я вот здесь Делал белый Цвет Рисовал Ну вот Где он Ну не видно Его Ну нет Его Уходит Но все равно Белые Белые Точно так же Как и черный Будет Просто черный Вот Это вот Основные Цвета Которыми Я пользуюсь У Акриловых Маркеров Юни Постер Для вывесок Для меловых Досок Говоря о меловых Досках Вернее Возвращаясь К меловым Доскам Если помните Я Здесь Отмечал Первый Получается Меловой Акриловый Красный Меловой Красный Акриловый Розовый Меловой Акриловый И дальше Идет Так И так далее До самого Конца И здесь У нас еще Золотой Меловой Акриловый Серебряный Значит В чем у них Главное отличие Когда все это Дело нарисовано На меловой Доске И хорошенько Подсохло Я почему Брал паузу И вам Сказал Что давайте Я вам в конце Расскажу Чем это отличается Не потому что Я там тянул Интригу Или еще там Что-то Совсем нет Когда этот Цвет Подсыхает То Простой Тряпкой Меловые Цвета Мы Можем Убрать Тогда как Акриловые Цвета Но это Сейчас Свежие Они очень Поэтому Акриловые Тоже Немножко Уходят И я Так видите Щедро Прямо По всем Им Прошелся Ну вот Смотрите Видите Теперь Здесь Ясно Что Вот этот Меловой Этот Акриловый Меловой Акриловый Меловой Акриловый Меловой Акриловый Меловые Цвета С меловой Доски Можно Убрать Практически В ноль В ноль Я имею ввиду До родного Черного цвета То есть Не останется Никакого Следа Там Немуара Ни каких-то Разводов Ни каких-то Там Фракций Никакой Пыли Никакого Там Тумана Цветного Совсем Ничего Не останется Вот Акриловые Маркеры У них Связующее Вещество То есть И у тех И у тех Внутри У маркеров Пигмент И связующее Вещество Но если У акриловых Маркеров Это Пигмент И акриловая Смола То у меловых Маркеров Это Пигмент И вода У белого Например Чистая Берила И вода У остальных С примесями Цветных Пигментов Вот Этим В этом Их Главное Отличие Меловые Маркеры Юничок Чок По-английски Мел Что уж проще Можно запомнить Юничок Это меловые Маркеры Которые Можно Стереть Юни Поска Это Акриловые Маркеры Которые Останутся Их тоже Можно стереть Но Скрашенные Доски Их Можно стереть Растворителем Или Спиртосодержащим Чем-нибудь Или С небольшим Количеством Спирта И При этом Есть большая Вероятность Что вы И черный Слой Тоже Уберете Тогда Чаще О них Знаю Я Постараюсь Рассказать Удачи Вам Останутся